Добрый день, сегодня у нас 2 июня, продолжается уборка, сейчас убираем пшеницу и горох. Под видео про ячмень был задан вопрос, почему я не выгружаю комбайны на ходу с помощью бункера-перегрузчика. Это уже не первый раз спрашивают, я неоднократно объяснял в комментариях. Решил, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться, решил записать видео. Самая главная причина в том, что я не обрабатываю почву, и чтобы ее не переуплотнять, лишний раз не хочу никакую технику туда загонять на поле. Давайте для примера, комбайн, средний вес, плюс-минус, в зависимости от марки, модели комбайна. Скажем уже такие комбайны, которые 350 лошадей плюс. Это 20-22 тонны с сжаткой, где чуть больше, где чуть меньше. Это без зерна. Набираем зерно, бункера там разные, от 9 кубов до 12, уже есть 14-17 кубов. Ну, 9-12 давайте возьмем. Это где-то от 8 до 10 тонн зерна. В среднем, в общем, получается у нас вес комбайна с зерном 30 тонн. И вот проезжает комбайн весом 30 тонн по почву. Чтобы выгружать его на ходу, должен идти рядом трактор. Ну, практически, получается, трактор, когда выгружается на ходу комбайн, идет почти след в след пол комбайна. Ну, или плюс-минус там смещен влево-вправо по чуть-чуть. Трактор весит 12 тонн приблизительно, с учетом того, что мы там противогрузы поснимали, там такое. Сам бункер, честно говоря, не знаю, сколько он там весит. Врать не буду, ну, пусть там 5-8 тонн, да, того 20 почти. И вот у меня 30-кубовый бункер, туда где-то помещается, ну, порядка 22-23 тонн там пшеницы, горох, такого. Итого почти 40 тонн. Еще раз едет практически по одному и тому же месту. Ну, если не было осадков, скажем, там месяц-полтора-два до уборки, да, это, ну, грубо говоря, с апреля. Даже с... да, с апреля месяца. Вот. То, ну, еще, может быть, можно покататься. Ну, если были какие-то дождики, вот, то лишний раз проехать по полю, еще 40 тонн прокатить по одной и той же колене, ну, не сильно мне хочется. Я не хочу пробовать даже, потому что... Ну, не хочу. Поэтому, это самая главная причина. Вторая причина, ну, и я же ничем потом не подниму. То есть, без обработки почвы я это уплотнение, ну, чем буду снимать? Покровными культурами. Ну, зачем мне тогда это уплотнять? Все разговоры о том, что бункер поднимает производительность комбайна, да, есть такой момент, но не так кардинально, как нам об этом рассказывают. То есть, есть много уважаемых людей, которые рассказывают, что бункер-перегрузчик там заменяет практически один комбайн на поле. Ну, я вам сейчас приведу пример из собственного опыта. Ну, вообще, как бы, бункер-перегрузчик был придуман для высокоурожайных культур. Там, для кукурузы, которая 8, 10, 12, 14 тонн, да, урожайность. Я в найм ездил на уборку. Там, без бункера-перегрузчика, честно говоря, делать нечего, потому что, когда урожайность превышает, там, 10 тонн, то бункер набивается, ну, моментально. Там, полгектара прошел, то есть, 300-500 метров прошел, и бункер полный. И если урожайность выше, 12-14, соответственно, то еще меньше. Там, 200 метров прошел, и бункер полный. Не наездишься на край поля выгружаться. Есть хозяйства, которые попроще, поменьше, но они загоняют машины на поле. Но, опять же, это тоже как выход, потому что они все равно потом пашут, или глубоко рыхлителем ходят. Ну, это только в том случае, если не идут дожди. А если идут дожди, то это просто катастрофа, потому что заезжает этот КАМАЗ, ну, неважно, фура, на поле ты в нее загрузил, там, тонн 25-30, а он выехать не может. Потом берут трактора, 500 сильный, у кого что есть, кировцы, кто во что гораздо, по два кировца, и тянут эту машину на край поля, на дорогу. Вот, повезло, вытащили, не повезло, разорвали пополам. И такое я тоже видел, когда отрывали кабины, и это было. Вот, и комбайн у нас тонул, там было, что мы косили в Житомире, по самый порог. Комбайнер уже открывал двери, и выходил уже на землю. Вот, для него, для этого, да, чтобы выйти из комбайна, даже лестница была не нужна. И такое тоже было. Вот, поэтому там, конечно, используют бункера-перегрузчики, много, где на гусеничном ходу, таскают их тяжелые, там, трактора, 500 сильные, там, катерпиллеры, у кого что есть, кейсы эти, квадротраки, кто во что вгораст. Там, без бункера-перегрузчика убирать, ну, очень тяжело, потому что производительность очень сильно падает. И так на такой урожайности производительность не ахти. Вот, а если еще и выезжать на край поля выгружаться, ну, это, там, будешь косить 10-15 гектаров в день. Вот, для них, да, эти бункера, как бы, выход. Для нас, нашей урожайностью, там, 4, ну, 5 тонн. Ну, пробовал я, замерял, делал тайминг. Вот. Если правильно, в принципе, организовать работу, то есть, вырезать поле так, что у вас комбайн идет в одну сторону, возвращается в другую, он с полным бункером, вот, то потери по времени, ну, достаточно, такие, терпимы, да. Вот. Вот, замерял я, если комбайнер сразу, там, выходит с загонки, подъезжает к машине или, там, к бункеру, выгружается и сразу уезжает, то есть, не ковыряется в носу, там, не ерзает вперед-назад, там, не трамбует он эту машину. Вот. То, в принципе, с бункером 12 кубов выгрузка занимает от 5 до 7 минут. Ну, 4 это у нас было минимум, 7 это был потолок, это вот, как раз, когда я говорю, что он взад-вперед вдоль кузова катается, там, рассыпает по нему, чтобы не... Водитель там лопатой разгребал, а комбайном моему там трамбует. Вот. От 5 до 7 минут. Давайте дальше. То есть, когда 5-7 минут, у нас, что у нас получается, это я тут уже писал. Да, 5-7 минут. При урожайности 4, там, до 5 тонн, у нас комбайн убирает, это CX 80-80, CX 81-20, они у нас убирают от 40 до 50 гектаров в день. Вот. Это получается от 160 до 200 тонн, да? Это у нас выходит в среднем 20 бункеров. То есть, 20 раз он должен выгрузиться. Ну, давайте возьмем от 5 до 7 минут среднюю, ну, пусть даже 7, давайте возьмем. Да, это получается 140 минут, грубо 2 часа. Вот 2 часа. 2 часа, это у нас от 7 до 10 гектаров. Ну, среднее пусть будет 8. То есть, 8 гектаров он не добирает. Ну, это я беру идеальный вариант, что он там в 10 утра зашел, в 8 вечера закончил, редко кто косит, как бы, ну, по 10 часов, особенно зерновые, то солома отошла, то роса выпала, то еще что-то. То есть, ну, не все так просто. Ну, пусть даже этих 2 часа. То есть, в среднем, там, 5-6 гектаров, ну, пусть 8, не добирает. Вот 3 комбайна у вас косят по 8 гектаров, это 24-25 гектаров в день вы не добрали, потому что не выгружались на ходу. И у меня возникает вопрос. Готов ли я за 20 гектаров, там, в день, ну, кататься по полю еще с 40-тонной сцепкой? Ну, я лично не готов. Если кто-то из вас готов, милости просим, пожалуйста, никто вам не мешает. Я просто объясняю свою точку зрения, почему я делаю именно так, а не иначе. Ну, вот. Сам по себе бункер, ну, это не просто, знаете, вот вы купили бункер, и у вас хлоп, и вы решили задачу, и еще это один комбайн. Ну, не совсем так. Бункер 30-40 кубовый, чтобы он мог взять в себя хотя бы 3 бункера с 3 комбайнов, это 30-40 кубов должен быть бункер. Он стоит, там, от 50 до 70 тысяч долларов, это даже у украинского производителя. Пусть там в среднем 60. Ну, это с весами, я его веду, с тензодатчиками, то есть, ну, все по уму там сделано, там, я себе расширенные колеса купил, вот такой. Плюс его должен возить трактор. Ну, 30-ти кубовый хватает, там, 200 лошадей, там, с небольшим, да, если уже 40-ка кубовый, ну, опять же, это если он без напряга возил. Вот. Если уже 40-ка кубовый, это уже 300 лошадиных сил. Ну, такой трактор, да, и 200-сильный тоже сейчас, не дешевый. Новый трактор сегодня вообще стоит 300, там, 50-400 тысяч долларов, да, даже бушный вы возьмете, там, за 180 долларов. Вот у вас уже 250 тысяч долларов, это у вас сцепка, которая якобы должна заменить еще один комбайн на поле. Арифметика простая. Ну, пусть трактора у вас есть. Ну, давайте так. Ну, вы заняли этот трактор, который, может быть, вам нужен был бы, там, на вывод зерна с поля, там, на посев покровных культур, на обработку почвы. То есть, он у вас стоит под бункером-перегрузчиков. Если уже вы готовы потратить такие деньги и хотите заменить еще один комбайн, дополнительно, якобы у вас, проще купить вам комбайн и четвертым комбайном поставить его в поле. Ну, это вот, как бы, моя такая точка зрения. А вы уже себе как хотите. У нас есть бункер-перегрузчик Кобзаренко. С ним ходит трактор New Holland 8040. Я вам сейчас его покажу. Загрузился, сейчас поедет. Ну, вот такой штукой мы возим, у нас есть. Я его, в принципе, покупал для того, чтобы, ну, да, тоже послушал все эти истории про третий комбайн и купил. Ну, и плюс ко всему, я его еще купил для упаковки этих рукавов, для хранения зерна. Вот. Потому что я покупал комплект упаковки-распаковки аргентинский. вот, и там упаковщик, он с верхней загрузкой, с верхней воронкой. И без бункера-перегрузчика, ну, то надо еще было сильно придумать, чем его грузить. Да, можно телескопом расширить и телескопом возить. Ну, если это у вас где-то на бетонной площадке, да, можно рядом высыпать и, как бы, подгружать. А если это на земле, ну, наверное, не самый лучший вариант, да, на землю высыпать зерно и телескопом потом забирать и его туда грузить. А если вы высыпаете на площадке, даже пусть там 100 метров от рукава и возите телескопом, ну, это еще хуже, по-моему. Это, ну, бред. Поэтому я, ну, купил еще и, как бы, бункер-перегрузчик. И, ну, это у меня по логистике просто в связи с семенным заводом, то есть все зерно сейчас храню близко к заводу, чтобы не возить со складов туда-сюда. То есть мне проще вот все зерно положить возле завода. Я почистил, если там те склады, что у меня возле завода не помещаются, я уже вывезу. Лучше семена уже готовы на другие склады, чем буду возить зерно туда-сюда. То есть это, ну, чисто мое. Тут каждый подстраиваться как может. В принципе, я покупал, как бы, для этого, да. То есть вывозить из-под комбайна и упаковать рукава. Ну, когда вот покатался там один год из-под комбайна, посмотрел, а как раз было такое, что дождики были, и, ну, не очень приятное ощущение осталось на поле после проезда бункера-перегрузчика. И я от этой затеи отказался. Как я его использую еще по-другому? Ну, это я его еще использую как накопитель на краю поля. То есть он стоит на краю поля, комбайн подъезжает, у него быстренько вываливает бункер. Это очень ускоряет этот процесс, потому что, когда целится он там в фуру, в КамАЗ, в газон, ну, это много времени занимает. До бункера он подъехал, выкинул, шнек плюнул туда за три минуты и уехал. Вот. И плюс это мне еще решает проблему, ну, опять же, вы все убираете, если у вас стоит КамАЗ, подъезжает комбайн, там, выгрузил там 10 кубов у него бункер, он выгрузил, а КамАЗ неполный, да. Второй комбайн подъезжает, выплюнул в этот КамАЗ, полбункера выгрузил, и все, больше в КамАЗ не помещается. Должен сдавать назад, ехать вперед, короче, подъезжать до другого КамАЗа. Вот. Чтобы это не делать, я просто все это сгребаю в бункер-перегрузчик, и потом только КамАЗ или трактор подъезжает, я его полный загружаю, и он уходит. Трактор подъезжает, я его полный загружаю, и он уходит. Это как бы ускоряет процесс. Плюс, если вдруг, ну, были моменты, когда грузили с поля и вывозили в порт, то же самое он у меня с весами, то есть он загрузился, загрузился, я фуру загрузил, на весах мы его там отметили, тут же товарку выписали, и он уехал прямо с поля. То есть не надо ему возвращаться там 10-12 километров на весовую, там взвешиваться, заполнять товарку, и опять 10-12 километров возвращаться на трассу, и куда-то ехать. Вот сразу выехал на трассу и ушел. Ну, тоже такой момент. Плюс, как бы для меня, там, для опытов, я выкосил себе участок, да, тут же взвесил, получил уже готовый результат, то есть мне не надо там две тонны высыпать в машину, угнать ее на ток, там его взвешивать, записывать, ну, в общем, этот геморрой тоже как бы снялся. Сам под себя. Ну, и третье, что я использую, в принципе, по назначению я вывожу продукцию с поля. Ну, это такие вещи, как лен, нут, горчица, что там он еще, гречка, то есть такие низкоурожайные культуры, где урожайность 10 до 15 центнеров, в принципе, ну, мне достаточно этого бункера-перегрузчика для того, чтобы я вывозил из-под комбайна, да, и сразу упаковывал в рукав, вот, чтобы не заниматься анонизмом, да, там, вывозить с поля, как бы, камазами, всыпать на площадку, а потом с площадки загружать в бункер, из бункера, как бы, загружать уже в упаковщик. кстати, есть и альтернатива, это если кто-то хранение использует в рукавах, сейчас я вам покажу еще один упаковщик, это Кабзаренко я брал, которому не нужен бункер-перегрузчик, ничего не нужно, там можно выгружать с самосвалов сразу в рукав, сейчас я покажу. Вот это обыкновенный, ну как, стандартный упаковщик, здесь у нас майонеро, аргентинский, есть точно такой же, ну, по такому же принципу сделан Кабзаренковский, есть еще, ну, здесь мы просто как бы так упаковываем и все, да, здесь по такому же принципу сделать Кабзаренковский, Кабзаренко сейчас, по-моему, даже в качестве опции стал расширить, или сюда вот наверх их выставить, вот сюда, так, чтобы нужно было с ковша телескопов засыпать, вот под него нужен трактор, хотя бы там 50 лошадиных сил, то есть большой не нужен, просто чтобы он работал, и все, то есть тем легче, тем проще толкать, как бы упаковщику легче толкать сам трактор, потому что мы пробовали большой, не холод, конечно, ему очень тяжко, надо сам трактор, трактор, чтобы сам ехал, не хватает здоровья, вот это у нас упаковщик, Кабзаренковский, который, я говорю, от электричества, вот мы вынужденно поставили, вот электрические столбы, вот так вдоль посадки, позакапывали, протянули кабель, поделали розетки на каждый столб, ящики поставили с розетками, нет, таскаем два удлинителя по 50 метров, от каждого столба, еще на 100 метров можем удалиться, вот тут любой самосвал подъезжает, высыпается, вот этот упаковщик, можете сразу самосвалов выгружать, изначально, конечно, я хотел купить его с дизельным двигателем, там привод был от дизельного мотора, но я так понимаю, это старший Кабзаренко, еще делал на Ганноверскую выставку, могу ошибаться, вот, и ставил там Ламборджини двигатель, дизельный, ну, к сожалению, умер, и я думаю, что пока эту идею с дизельным двигателем, никто дальше не продвинул, потому что я сделал запрос, мне ответили, что это было в единственном экземпляре, и пока это не используется, не знаю, может быть, сам мотор дает, двигатель дизельный, дает большую прибавку до стоимости, не могу ответить, ну, пользуемся вот электрическим, там 18 киловатт у него электромотор, вы все видели, мы там столбы растянули, как бы кабеля, линии, для того, чтобы им пользоваться, тоже как вариант для хранения, то есть, если вам не нужно все делать, то, что я вам рассказывал заранее, только надо упаковывать рукава, то вам не нужен ни бункер перегрузчик, ни 300-сильный трактор под ним, вообще ничего не нужно, не трактор для упаковщика, то есть, это тоже хорошая достаточно штука, есть небольшая проблемка, вот такусенькая, надо электричество, вот, а так вообще, то есть, у вас снимается трактор с упаковщика, снимается трактор, который должен, как бы возить бункер перегрузчик, которым вы будете сыпать в упаковщик, то есть, у вас 2 единицы тракторов снимается, и 2 тракториста освобождают, тоже хорошая достаточно штука, ну, Вот вкратце как бы все. Надеюсь, что я удовлетворил любопытство, почему я не пользуюсь бункером для выгрузки с комбайна на ходу. Ну и заодно рассказал про упаковщики, как и что можно сделать. Вроде как бы все. Всем удачи, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких.